Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в Castle Flipper. В прошлой серии я очень хотел сделать превьюшку с оленем, но по-моему я ничего не сделал. Насколько бы это грустно не было, да, я вот сейчас вспомнил только что я хотел ее сделать. Нажмите Е, чтобы прочесть. Давай начнем квесты выполнять. У меня цель выполнить все квесты, дальше само как пойдет. Строительство нового дома, помоги нам построить небольшой дом за городом. Само собой все материалы мы предоставим, а за работу заплатим. Ну естественно ты заплатишь мне за работу. Принять и наверное давай сразу же... А, вот, сразу же примем. Примем и перейдем к выполнению этого задания. Постройте дом, фундамент, крыши. Выбросить мусор надо сначала нам с тобой, потому что это некрасиво. Строить на грязном участке дом. Дом-то новый. А что? А дом новый не должен находиться на грязном участке. Это все совсем нехорошо. Так, теперь... Теперь как? А как убирать? Эй, убери. А, все. Я разучился совсем играть в эту игрушку. Я, как я, как я уже говорил, что записываю-то я очень редко сейчас. Выходит всего по одному видео в день и естественно... Эээ... Что? Естественно... Я немножко забываю, как играть. Уберите старые пеньки и деревья. Где здесь еще пенек? А, вот. Вот. А, вот пенек. Я его не увидел. Я его не увидел. То есть деревья вот эти можно оставить, да? Как бы никому они здесь не мешают. Ну и ладно. Теперь строю дом. Это изменить вид. Это все не то. Мне нужно сделать что? Нажать на I. Дома. Фундаменты. И, естественно... Ну, что-то как-то прям не знаю. Что-то прям как-то изначально криво построился. Давай сделаем вот здесь вот дом. Раз, два, три, четыре. Ничего себе, какой фундамент должен быть огромный. Так, ну давай в ту сторону немножко перейдем. Четырнадцать. Это же... Это сколько на сколько? Это не сколько, не на сколько. Это двенадцать должно у нас с тобой быть вот так. И двушечка должна... Двушечка должна быть где-то здесь. Большой достаточно дом, получается. Да, достаточно большой дом. Теперь еще разок на I. Получается, нужно сделать стены. Ну, естественно, конечно. Только сначала нужно вход построить. А где его сделать, вход по-человечески? Наверное, где-то здесь. А, ну и можно здесь, кстати, сделать. Вот здесь можно сделать, например... Задний вход вот этот должен быть или нет? Как ты считаешь? Я думаю, что выход точнее. Куда здесь выходить? Здесь, в принципе, выходить-то некуда. Поэтому, думаю, вот этих двух вполне хватит. Давай посмотрим, что здесь у нас с тобой есть. Окошки. Окошки нужно вот сюда поставить. Также нужно поставить окошко вот сюда. Вот сюда. И... Да хрен его знает, откуда еще можно поставить окно. Я бы поставил еще вот здесь вот два. Ну, почему нет? И... Поставить нужно теперь стены во все остальные места, в которых нет других каких-то стен. Каких-то там окон, дверей. Ну, короче, все. Ты понял. Теперь... Теперь... Двери. Погоди, двери. Я же ведь построил дверь. А, это я проем для двери построил. А вот двери я не построил. Так, ну... Как бы здесь... Как бы здесь даже не знаю. Вот как бы здесь... А как быть? Почему? Нет, 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 нет. Я хочу нормальную крышу построить. Чего она в другую сторону-то строится? Так, вот так должно. Как-то быть. Да, вот так. 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 И здесь точно так же. Так. Ага. Все, а вот с этим пространством... Я пока не решил, что делать. А вот что реально с этим делать? Не знаешь? Я вот тоже не знаю. Я даже предположить не могу. Здесь как бы... Здесь как бы не знаю даже, что сделать. Можно. Но на самом деле здесь... А как вот... А вот такую крышу как сделать? Это просто... А-а-а. Ну, кстати, да. Кстати, можно вот как-то так... Подожди-ка. Ну, подожди. Как я здесь такое сделаю, если здесь такого не может быть? Не может здесь такого быть. Слишком сложно. Слишком сложно, непонятно. Так. Бляха-муха. Можно как-то вот сюда вот организовать? Например... Нельзя, говорит, да? Организовать. А почему? Почему? А как? А зачем? Бляха-муха. Да что за жизнь такая? Ну... Давай сюда... Нет, это все не так. Это все делается и совсем иначе. Здесь должна быть... Стена еще одна. Не должно быть здесь стен больше. Подожди. Здесь есть вход. Вот это терраса. То есть... Вообще по-хорошему. Вот здесь два входа еще должно быть. Или хотя бы один. Хуй его знает, как... Сколько тут надо поставить. Два, три, четыре, пять входов. Давай займемся вот этим. То есть, давай здесь одну дверь поставим. И одну стену. Хорошо. Теперь сломать нужно... Вот это дело. И вот это дело. Ой. А... Чуть не придавило. Представляешь? Теперь. Нужно взять. Построить вот тут вот такую вот крышу. Крышенцию. Да, все. Готово дело. Потом. Несмотря на все невзгоды, нужно построить... Каким-то образом... Блин, а как я отгоражу-то это все? А я даже не могу предположить. Серьезно. Ой-ой-ой. Тихо. Я, например, думал, что... Что я думал-то? Я ничего не думал. Я просто хотел сделать человеческую крышу, а получается какое-то говно. Еще и наверх залезть нельзя, к сожалению. Или, к счастью, наверное, чтобы не разбился, я наверняка сделали вот такую вот ерунду. Увеличить как-нибудь это можно или нет? Видимо, нет. Давай посмотрим, сколько вот это... Такая же крыша. По размерам-то она не отличается совсем. Вообще не отличается. Поэтому почему бы мне не сделать вот так? Короче, и здесь нужно сделать вот такую вот крышенцию. Не знаю, но как-то так должно выглядеть это все. Убого, конечно, смотрится, скорее всего, да, со стороны. Но а что поделаешь? Теперь, теперь мы с тобой делаем следующее. Нужно поставить... А, двери, двери еще нужно поставить. А двери входа... А, входная дверь должна быть. Входная дверь у нас будет с тобой. Кстати, вот по-хорошему-то, наверное, нужно было... Хотя нет. Столько в голове вопросов и так мало ответов. Сделаю вот такую вот дверь. Поставлю ее вот сюда вот. Раз. Два. А входную поставлю какую-нибудь такую, знаешь... Вот такую красивенькую. Точнее, не входную, а как ее называют? Межкомнатную. Она больше даже не межкомнатная. Она что такое? Она не то, чтобы межкомнатная, она входная в терраску. Теперь изменить вид моего дома. Старая древесина, обычная древесина. Давай-ка мы древесиной вот это все сделаем. Красивенько все будет. Да, все вроде как бы здорово. Все выглядит неплохо. Несмотря на то, что дом у нас с тобой получился не особо продуманным в плане крыши. Вот именно крыша. Мне крыша не особо нравится, как она здесь сделана. Ну, а что поделаешь? И как иначе-то ее сделать? Никак ее иначе не сделаешь. Темновато здесь, конечно, получилось с этими окошками маленькими. Я же не виноват, что они такие маленькие. Хотелось бы, конечно, их больше немного делать. Все, домину я отстроил. В принципе, достаточно просторное помещение получилось. Дальше пусть заказчик делает как захочется ему самому. Теперь... А, построите... А, в смысле? А, построите дом? А! Я думаю, что не так? Все, вернуться домой. Я здесь все сделал. И как бы все. Как бы наша цель с тобой на этом закончилась. Пойдем к следующему заданию. Перейдем. А, на пути к могуществу. Добро пожаловать. Хочу попросить об услуге. Мои владения постоянно расширяются. Крестьян все больше и больше. Мне нужно построить новую хижину, чтобы сдавать ее в аренду. Кстати, я слышал, что вам тоже достался клочок земли. Так что вы и у себя сможете заняться тем же. Поверьте, это лучший способ заработать. Хорошо. За пятерочку нам предлагают здание пройти. Выполнить, точнее. И, наверное, мы сможем свое поселение какое-то сделать или что? Аренда. Чтобы сдать дом в аренду, разместите табличку из рюкзака рядом с дверью и выберите нового владельца. Помните, что у каждого клиента свои требования к размеру и цене дома. Вы можете узнать требования клиента на табличке аренды, нажав R. Угу, хорошо. Так, нажмите R. Профессия маг. Корчмарь, корчмарь, точнее, и каменчик. Стоимость дома 2 500, то есть размер дома 6. А 6 это что, 2 на 3 или что это такое? Кровать, шкаф, резервуары и полки. В принципе, наверное, вот под вот эту вот, вот под Зибиру Друлович будем с тобой делать дом. А что это такое? Прибыль за определенный период времени. Обратите внимание, прибыль перестает накапливаться, если корзина полна. А урон... А, даже урон такой маленький достаточно у нее. Минимальный размер дома выраженный числом фундаментов. 6 фунд... Ну, я понял, 2 на 3, короче, понял, все. Вопросов нет. Постройте дом. А, у меня вот где весь дом-то, оказывается, внизу есть. Или его не было раньше? Не знаю. Это что? А, стена. Так, ну, давай-ка мы с тобой начнем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Построй по образу подобию того дома, который был у меня до этого. Так, это окошко. Окошко надо поставить вот сюда. Куда-нибудь вот здесь два окошка. И, естественно, вот сюда. Ну, чтобы было видно, было светло, было здесь все красиво. Так, вход будет, скорее всего, также с двух сторон. Здесь будет тоже две стены с окнами. Так, здесь у меня будет вот такая вот ерунда. Такая вот ерунда будет. И здесь, собственно говоря, тоже такая же. А вот здесь я не знаю, как правильно сделать. Возможно, правильно будет тоже с окнами сделать. А, не, погоди, здесь же должен быть вход. Совсем подзабыл. Троечка. Вход. Ну, троечка. Вход. Дверь должна быть у меня здесь где-то. Входная вот такая вот, наверное. Давай, входная вот такая вот будет дверь. Да и здесь тоже не будем с тобой сильно заморачиваться. Просто поставлю. Теперь. Так, это все не то. Это все отлукавывай. Это все не нужно. Ух, нихрена себе дверь поставил себе и живи. Шестерочка мне нужна. Мне нужна крыша. А, это пол. Мне нужна крыша. Мне нужна пятерочка. Вот так, вот так. Кстати, да. Кстати, по поводу. Вот так, да, нужно сделать. И сделать вот так. Ну, что такое-то? Угу. Пам. Пам. Блин. А как быть? Как быть? Как быть? Я вот не знаю, что здесь сделать можно. По-хорошему, наверное, нужно делать именно так. То есть, берешь. Вот так. И не паришься. Правильно? Правильно. А вот сюда ставишь стены. Красота же? Красота. Еще какая. Так, теперь идет отделочка. Так, да, здесь все. Крыша есть. Двери есть. Повести знак аренды. Аренда дома. Так, давай-ка мы изменим дом под штукатурку. Ну, в принципе, чтобы он выглядел хотя бы более-менее. Как бы. А что, пол можно тоже штукатуркой отделать? Или как это работает? Так, здесь давай гладким камнем полы сделаем. Красота же? Красота, конечно. И, естественно, дерево мы отделаем. Крышу. Ну, там вся верхушка будет деревянная. Так, это тоже будет деревянная. Ну, и здесь тоже будет все деревянное, потому что, ну, почему нет? Как оно снаружи-то выглядит вообще? Да, в целом нормально. Кайф пойдет. Ну, и пол тоже будет деревянный. А здесь вот уже будет каменный. Повесите знак, говорит, аренды. Так, а как его повесить? Нужно. Погоди. А, подожди. Из рюкзака нужно достать же. А, рюкзак у меня? На Ай. Рюкзак на Ай. А где? Не пойму. Я же ведь должен нажать просто на рюкзак. А рюкзак у меня вот он. Может быть, где-то... А, нет, подожди. Ну, задание. Дома. А, вот он, знак ренты. А куда мне нужно поставить? Нормально, что я вот сюда... Сложно очень располагается. Аренда. Заставьте дом любимой мебели у клиента, чтобы повысить ежемесячный доход. Не забывайте регулярно собирать оплату и узнавать, у клиента нуждается лишь что-либо в чистке и починке. Клиент может отказать, отказаться платить, если дом будет в плохом состоянии. Хорошо, хорошо. Так, давай-ка мы с тобой посмотрим, что там по требованиям. Кровать, шкаф, резервуар и полка. Так, сейчас наушники уезжают куда-то очень далеко и надолго. Кровать, шкаф, резервуар. Ну, шкаф можно поставить, хотя... Не знаю даже. Кровать. Ну, кровать давай поставлю вот какую-нибудь красивую, какую-нибудь дорого-богатую, чтобы выглядело. Наверное, вот такую, может быть. О, окошко, чтобы спать, можно было вообще красиво будет все. Лепута. Так, кровать есть, шкаф мне нужен, шкаф. Какой здесь наиболее привлекательный из всех? Я думаю, что вот этот. Кровать, шкаф и резервуар, по-моему, какой-то, да? И полка. Тихо-тихо, не то нажимаю. Полка. Полка, 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 пусть будет вот какая-нибудь вот такая, пусть будет полка. Это, я так понимаю, прикроватная тумбочка, может, какая-то или что-то еще такое. Так, а куда бы это поставить? Да, блин, она по цветам не сочетается, мне нужно что-то такое же серое. А серого здесь с короной нет. Есть только вот это вот. Подожди, а шкаф есть такой серый? И шкаф такого нет серого. Блин, ну ладно, давай. Давай будет вот такая вот, пусть будет у кровати. Ну, то есть, почему бы и нет? Ну, в принципе, нормально. Пойдет. И еще нужно... Что там нужно было еще? Резервуар какой-то нужно было. Кухонный другой, камины, сад, кухня. Столы, полки тоже, полки, столы. Ванная, резервуары. А, резервуар это раковина. Сложное название для... Для этого, для раковины. А разве в те времена, в которые мы сейчас живем, есть раковины вообще? Или что? Или я что-то, может, не понимаю? Тем более такие. Мы же в каком-то средневековье вообще живем. Там разве были какие-то раковины? Не могу сказать. А, ну, в принципе, аренда... Подожди, аренда дома. У меня все готово. Ну-ка. Вот. Да, хочу. Мне достижения дали. Лендлорд. Лендровер, хотел сказать. Вернуться домой. Выполнил квест. Квест-то выполнил. Какой сложный. Сдал аренду. В аренду, точнее, дом сдал. Какой-то тетке. Тетке какой-то сдал в аренду дом. Площадь. Больше ресурсов. Теперь вы можете посетить хижину дровосека и каменоломлю. 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 Блядь. Каменоломню. Чтобы получить ресурсы. Заходите время от времени, если нужны стройматериалы. Хорошо. Расширение владения. Расширение владения. С помощью этого знака вы можете расширять владение. Со временем откроется еще больше земель для королевства. Купить земли. А у меня же денег вагон просто. Хоть жопой жуй. Ну, давай куплю, почему нет. Оооо. А что там такое-то? Там еще что-то купилось или что? Или я... А, ну побольше, да, места стал. Еще и это самое. Забор какой-то красивый стал. Ну ладно, все равно мы выполняем квесты, поэтому... Поэтому да. Темница. Здравствуйте. Нам нужна помощь в ремонте темницы. Мы крайне миролюбивый народ и попирать закон не привыкли. Живем скромно и тихо, а все споры обычно решаем за кружкой холодного пива. Конечно, без неприятностей не обходится даже наш спокойный городишко. Как-то тут... Где это? Как-то тут объявилась пара негодяев, но стражники их мигом отправили в темницу. Уж я не помню, кем они были и что сделали. Сам я в темнице не вижу смысла, но моя жена Эльвира говорит, что даже темница должна выглядеть пристойно. Кто ж с ней поспорит? Буду вам крайне признателен, если вы поможете с этой проблемой. Тогда уж... Туда уж много лет никто не заходил. Кто знает, что там творится. Плохо, когда ты не знаешь, что находится у тебя в темнице и как оно вообще... Выглядит. Ой. Реально прям... Ой. Так, а как здесь этот самый фонарь-то включить? Ой. Мыши бегают. Погоди, мне там что-то писали по поводу фонаря. А где он есть-то? Может где-то здесь? Вот оно, факел. Красота какая. Ну, давай приступим к упорочке, что ли. Да, в темнице у тебя явно давно уже никого не было. Отыщите ключ. Ой, бляху, муха. Я испугался их. Прочесть. По моим подсчетам, мы сидим в темнице уже три месяца. Тихая деревушка, но чтобы нас столько. Ни одного заключенного, кроме нас, ни одного стражника. Отсутствие стражи можно было бы считать преимуществом, но тут, кроме моего товарища, по несчастью было... А, больше и поговорить не с кем. А еще, нас никто не кормит. Если бы не крысы и пара банок консервов, которые мы нашли в шкафах, мы бы и трех недель не продержались. Здорово, здорово. Джон решил основать секту. Завербовал тараканов и говорит, что это ключ к выживанию. Я решил взять дело в свои руки и найти еду. Хорошо, хоть о воде беспокоиться не надо. Она капает прямо со стен. Думаю, Джон знает, что когда я иду искать еду, я просто иду отдохнуть от него в другую комнату. Он иногда меня так раздражает. Особенно теперь, когда повсюду его сектанты. А ведь я дал ему последний кусок плесени, который нашел на потолке. Надеюсь, найду еще хотя... А, еще хотя стены шепчут, что еды больше не осталось. Но я не верю стенам. Все-таки это они меня тут держат. Ну да, справедливо. Да, уж не позавидуешь тебе, дружище. Так, что тут, где еще мусор есть? В этой стороне вроде как ничего не находится. Тум-тум, тум-тум. А, тут можно зажечь факел. Вот это хорошо, конечно. Подожди, а... Я могу трогать цепочки. И они очень реалистично качаются. Круто. Круто, конечно, круто. Это что такое? Где здесь еще есть? Опа. Есть еще здесь где-нибудь грязь? А, есть. Я хочу факел еще зажечь, чтобы они это... Горели здесь, чтобы я не бегал со своим. Умер, что ли, кто? Да, слушай, умер. Ну и ладно. Да, здесь, видимо, давным-давно уже никого не было и... Ой. Что это за стул и стекол? Пытки, наверное, здесь какие-то устраивали, которые никому не удавалось пережить. А зачем мне вот эта ерунда нужна? А-а-а, хрена, это не стекла, это это. Это шипы должны были быть, а оказывается, это просто... Я уж придумал себе в голове что-то. Тап отремонтировать. Подожди. Как? Как ремонтировать здесь? Ремонт. И как? А, все. Все по старинке. Гвозди забиваешь. Гвозди забиваешь, живешь себе спокойной жизнью. Так. 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 Итак. Красота. Ставлю вот сюда. Ну, ремонтируй, говорю же. Он зачем-то убирает молоток, который ремонтирует. И нужно заново его выбирать. Ну, это на самом деле нудное достаточно действо. Так, ладно, все мебель я отремонтировал. Убираю мусорку. Убрать, 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 убрать. Убрать. Записка. Леди Эльвира Я понимаю ваши колебания, это очень непросто Такое тяжкое бремя стать одной из первых, если не самый первый бизнес леди в нашем королевстве Да что там в мире? Я знаю, что вам трудно представить, что значит управлять собственным бизнесом Развивать его не поверьте мне А, но поверьте мне, для таких трудолюбивых людей, как мы с вами, это расплюнуть Все, что вам нужно сделать, это найти надежный персонал Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли открывать салон красоты, позвольте помочь вам представить Как, а, как он будет выглядеть Вы сказали, что у вас уже есть подходящее место для подобного начинания Отправляйтесь туда, возьмите это письмо и отправляйтесь туда Перечитайте его, а перечитывайте его снова и снова Представьте, как работают ваши подчиненные Представьте благородных Блять, что-то я совсем читать разучился Благодарных клиентов Вдохните сладкий аромат успеха Чувствуйте этот запах гордости о леди Эльвира Гордости за то, что вы способны управлять собственным бизнесом Как настоящая бизнес-леди Как, а, как, этот Как на тренинг пришел Можете не беспокоиться о нюансах торговли В вашем распоряжении лучшее, что может Может пожелать каждый новый владелец бизнеса И я Я позаботюсь о материалах и инструментах Все, что потребуется от вас, предоставить место и людей Взамен я попрошу лишь крошечный процент от ваших доходов Для поддержания собственного бизнеса Надеюсь, вы примете верное решение И вскоре мы станем партнерами Искренне ваш Маркиз Демазан Маркиз Демазан, мне кажется, какой-то Немножечко шарлатан Дорогой друг, приглашаю тебя на праздник в главном покое Не забудь угощение и выпивку Начинаем после подачи воды Видать, начал Это че такое? Джона больше нет А значит, я наконец могу спокойно планировать побег Должен признать, он был прав Таракан действительно оказались ключом к выживанию По крайней мере, к моему Они были очень питательные И мне хватит сил, чтобы выбраться отсюда Войско генерала Стены готовы к сражению Со входной дверью Но мне нужно время все обдумать Возможно, прямая атака не улучшает стратегии Надо было придумать что-то другое Че-то вон кукушка поехал, по-моему И попросту Попросту спятил здесь И умер, скорее всего Ключ мне нужно обнаружить, говорит игра А где ж я его обнаружу, если здесь ни черта больше нет? Не знаешь? Я тоже вот не знаю Пойдем пятно отмоем Чтобы хотя бы Еще пунктик один выполнился Правильно я говорю? Правильно Правильно Все, все Так, мусор А, еще факел Это по заданиям Надо зажигать Ничего себе А я что-то сразу и не заметил Но пойдем зажгем факел Где-то наверняка вначале Потому что там темный угол Где ключ найти нужно? Я не пойму Ключ-то где? И здесь ключа нет Значит, он где-то находится Значит, он где-то находится Погоди-ка Вот что это такое? А Чтобы избежать подозрений Я притворяюсь крестьянином Выращиваю грибок Таскаю вещи туда-сюда Создаю видимость работы Глупая Мебель даже не подозревает Что все это время Я вынашиваю план побега И он уже почти готов Интересно Кстати, там А, вот ключик Погоди, а он как-то открывается же Он умер что-ли здесь? Ключи и взял Ну, видимо, да Видимо Эта глупая мебель Его убила Как жаль Так, здесь Записка А, все почти готово Приглашения разосланы Осталось дождаться Когда из стен польется вода И можно начинать праздник Я пригласил всех Кроме входной двери Естественно Все знают, что ее Так просто не проведешь Поэтому я решил Взять ее хитростью Когда все гости соберутся Двери начнут завидовать И тоже придет Вот тогда-то я избегу Свобода Жди меня Видать, дождалась Подожди Остаться Тут мусора Вон еще сколько И золото Хм-хм Мусор А где еще два мусора? Я что-то не нашел Я где-то не нашел Два мусора Это Это некрасиво Это неправильно получается Нужно найти И Выбросить Ну А где? А где здесь может быть Два мусора? Погоди-ка Раз Раз У меня же есть сканер Видимо где-то на потолке Потому что я его не вижу А где еще мусор? Я серьезно Я не вижу еще одного этого Грязного какого-то участка Я думаю что это паутина какая-то Или Или же что-то такое А Вот Таракашки Все Выполнил миссию Молодец какой Какой я молодец Все-таки Так Ну Давай посмотрим еще Что у нас тут по Домам Например Что у нас тут вообще по По требованиям То есть Стоимость Вот это вот Кровать Шкафы Ну давай Давай вот это Дом издам Что там нужно-то? Кровать и шкаф Делов-то Кровать и шкаф Кровать и шкаф Как бы не так сложно Это все Тоже я поставлю Вот это вот Рядом с окном Вот сюда поставлю И шкаф еще Залеплю И шкаф Какой-нибудь Вот Какой я шкаф Хочу залепить сюда Не знаю даже Давай поставлю Вот Такой Ну давай еще Что-нибудь Прилеплю Но почему нет Например Ну например Не знаю даже Вот Пусть будет здесь Умывальник еще стоять Вот так Красота Красота Так что такое А двигать И поставлю Стой А ступеньки то у меня есть Как он заходить В дом то будет Дом Здание Дома Ступеньки Есть Маленькие ступеньки Да вот такие Все Теперь точно Можно задавать Нужно нажать На Сюда На сюда Надо нажать Вот сюда Надо нажать И вот сюда Надо нажать Нажать Вот сюда И Карчамаря Вот этого Запустить И собственно говоря На этом наверное Надо закончить Потому что Потому что Много что сделал С тобой сегодня Спасибо большое За просмотр Ставь комментарий Пиши лайки Увидимся В других сериях Этой игры В других игрушках Еще тоже Увидимся на стримах Увидимся И подписывайтесь На паблик Вконтакте Который Располагается По ссылке В описании И всем До встречи В скором Времени И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok